Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я собираюсь приготовить на ланч два вида рыбы. Одна будет треска, по-английски card. Первым делом я ее буду отжимать. Так как она содержит после растаивания много в себе воды. И вот у меня всегда принято так, что я ее просто руками отжимаю. Она там растаяла и в пакете просто плавает в воде. Это треска, выловленная в водах у Аляски. Как могу, не разрушая, здесь у меня сильно получилось, но я стараюсь все-таки сохранять кусочки, не разрушать их. В России, помню, я не очень любила треску, потому что считала, что она сухая. Но она действительно по сравнению со многими другими видами рыбы сухая. А я ее собираюсь готовить, друзья, во фритюре. Почему я выбрала данную тему для моего плейлиста об американской еде, которую я освоила. Потому что я не имела привычки в России готовить что-то во фритюре. Уж рыбу точно я никогда не готовила в домашних условиях во фритюре. А здесь я освоила этот способ готовки пищи и время от времени готовлю. Причем сегодня я вам покажу, как я буду готовить рыбу во фритюре наравне с овощами. Я купила цветную капусту и брюссельскую капусту. Хуже всего у меня получается готовить картофель фри. У меня нет никакого приспособления, как резать картофель. Поэтому я там как-то сама ножом нарежу иногда, когда очень хочется. И тоже делаю картофель фри. По-английски то, что я купила, называется deep fryer. deep fryer. То есть жарить в масле глубоко. Глубокое жарение. Вот видите, друзья. Wild cod. Pacific cod. Wild cod. Wild cod. Значит, пойманная в природных условиях. Я сейчас буду использовать треску не фермерскую, а пойманную в природных условиях. А вот после первой стадии, когда я отжала просто руками, я сейчас ее буду повторно высушивать. Но с помощью бумажных полотенец. Вот эта стадия подготовки рыбы, высушивания с помощью простого отжатия и с помощью впитывающих бумажных полотенец очень важная. Потому что чем больше воды, тем хуже оно будет готовиться во фритюре. Поэтому нужно минимизировать количество воды. Вот, принцип вы поняли. Я пока выключу камеру. Второй вид рыбы, который я сегодня собираюсь готовить во фритюре, это тилапия. Я прочла на пакете, что это рыба fresh water. Это у нас не соленая вода. Если треска она выловлена в водах Тихого океана, то это какая-то речная рыба или озерная. И по-моему она где-то в тропиках водится, если мне не изменяет память. Мясо у нее довольно крепкое, я не выжимала руками. Я просто использовала бумажное полотенце для осушения. Сейчас, друзья, я буду резать на удобные для еды кусочки. А удобными, мне кажется, кусочки примерно вот такого размера. Я собираюсь, друзья, приготовить два этих вида рыбы, тилапию и треску. Чуть-чуть по-разному, потому что, как я понимаю, я буду делать жидкий кляр для трески. А вот тилапию я просто буду обсыпать специальными специями. Так, треску тоже порежу. Мне кажется, вот такие кусочки приятные для употребления. А сейчас, друзья, я буду заниматься овощами. Чтобы в результате у меня к ланчу была рыбка и были овощи. Из овощей я купила органическую цветную капусту. Она вот не белого цвета, а чуть-чуть желтоватая. Такой вот сорт. Я хочу показать, что... Ну, на примере. Вот я хочу отправлять ее во фритюр. Вот такими кусочками примерно. Вот это слишком большой, как я думаю. Поэтому я и разрезаю. Вот я проделаю эту работу с цветной капустой. Вот это у меня брюссельская капуста. Я ее на стадии подготовки тоже разрежу пополам. Никаких специй непосредственно на эти две... Два вида капусты я не собираюсь класть. Я буду обваливать в средстве для фритюра. И там уже есть и соль. Если попробовать, то чувствуется, что и соль есть, и какие-то виды перца. Поэтому я вот сейчас просто подготовлю таким образом. Еще, друзья, я почищу лук. Вот такой довольно крупный лук у меня есть. И порежу его... Как сказать-то... Не знаю, где здесь поперек. А, я поняла, как сказать. Подготовлю кольца, луковые кольца. То есть я буду резать вот так. Покажу вам результат. Ну вот, друзья, я порезала лук. Теперь я из этих штучек делаю колечки. Живя в России, я никогда не готовила кольца из лука во фритюре. Честно признаюсь. Лук в России был другой, помню. Здесь, в Америке, меня удивило, что лук... А в нашем местном магазине я видела три или четыре вида лука. Желтый, белый, красный, еще какой-то. Ну, так сказать, желтый, он двух оттенков. Более темный и более светлый. Так вот, любой лук в Америке, когда у меня еще были свежие воспоминания о жизни в России, в Санкт-Петербурге, мне любой американский лук показался сладким. Просто какой-то слаще, чем другой. Вот, его можно есть здесь, ну, в небольшом количестве можно есть. В России, помню, там, если чем-то не закусишь лук, то он жгет язык. А здесь можно есть. Вот такая разница между луками. А я, когда сама выращивала луки, то помню, разные сорта лука, которые предлагались в каталогах, они как будто бы соревновались между собой. У нас сладкий лук, а у нас еще слаще. В общем, здесь как бы ценится такое качество лука, сладкий он или нет. Вот я хотела сказать, а вот посмотрите, друзья, я вот подготовила, разрезала. Если маленькие были соцветия у цветной капусты, ничего я не разрезала, так и оставила. Вот, а большие разрезала брюссельская капуста. Может быть, кто-то не знает такой простой секретик. Я его давным-давно узнала, когда мне, может быть, было 20 лет, прочитала в журнале, что чтобы лук сильно не воздействовал, эфирные масла из лука, нужно его сбрызгивать. Вот так открываю кран, подставляю руку под кран, а потом сбрызгиваю. Извините. Вот. А ножик, которым режешь лук, просто моешь под краном. В процессе резки лука, время от времени смачиваешь нож под краном, и тогда это очень сильно уменьшает воздействие, ну, все мы его знаем, что лук слезоточивость. Открываю. Открываю. Начинается, текут слезы из глаз. И вот чтобы это уменьшить, неприятность эту во время процедуры готовки, то вот такие уловки. Взбрызгивать сам лук, который режешь, и промывать ножик. Итак, друзья, делюсь с вами, какими средствами я буду пользоваться для того, чтобы приготовить рыбу во фритюре. Для трески у меня есть вот такой вид. Как называется-то? Обсыпка, что ли? Ну, по-английски. Видите, это наш луизианский бренд. Я ведь живу в Луизиане. Fish fry products. Продукт для жарения рыбы. Длинно, конечно. Буду называть, наверное, короче, обсыпка. И вот почему она называется, видите, beer butter. Seasoned beer butter. Это порошок, порошок такого кремового цвета. Текстура, мельчайшая текстура. Написано, что превосходно подходит для seafood морской еды колец из лука, луковых колец, and more. И еще многого другого. Вот я собираюсь вот это средство использовать только для трески. Почему называется beer butter? Потому что оно должно быть предварительно размешано. Я купила тут дешевенькое пиво. Потому что это просто мне необходимо по рецепту размешать вот эту обсыпку со специями с пивом. Оно в результате у меня... Ой, тут, кстати, написано pub style recipe. То есть они применяют вот это средство для приготовления рыбы и в пабах. Видите, тут рыбка приготовленная в кляре. И соус специальный и лимончик. Ну и вот, и я тоже буду как в пабе сейчас готовить. Вот эта вот смесь этих сухих специй с пивом даст мне такую консистенцию жидкой сметаны, в которую я буду обмакивать свою треску. А другой вид обсыпки тоже наш луизианский бренд для рыбы. Даже написано, что стиль Нового Орлеана. С лимонным вкусом. Поэтому на картинке лимон. Я уже использовала ее. Вот этот вид обсыпки у меня будет применяться просто в сухом виде. Ни с чем я не буду размешивать. Кляр не буду делать. Это будет просто сухая обсыпка для тилапии и для всех моих овощей приготовленных. Рассказываю, друзья, что тут у меня на кухне происходит. Я залила масло в дипфраер. Во фритюрницу, наверное, по-русски сказать будет. Какое масло я использовала? Каноло ойл. Потому что мне его достаточно много надо. Я вот практически использовала все. 3,78 литра. Ну чуть меньше 4 литров. У нас это 1 галлон. Масло используется на 1 раз и в большом количестве. Поэтому я не шиковала и купила растительное дешевое масло. Подготовила средство кляр. Кляр с одного пакетика просто высыпала порошок со специями. А это вот у меня для трески кляр. Для этого кляра мне просто нужно было тщательно перемешать его. Чтобы не было никаких комочков. Я добавляла постепенно пиво и достигла консистенции жидкой сметаны. Если окажется, что не то количество пива, то я подправлю, добавлю. Нагревается мое масло. Жду, когда загорится сигнальная кнопочка, что оно готовое. Установила я температуру самую максимальную, которую способна вот эта фритюрница мне дать. Это 375 градусов по Фаренгейту. Что значит 190 градусов по Цельсию. Я посмотрела здесь небольшая разница для разных продуктов. Для мяса, для курицы, для рыбы. И причем одинаково, например, что 375 градусов по Фаренгейту нужно для приготовления мяса и для приготовления колец луковых. Одинаково, даже удивительно, как же так-то. Фритюрница нагрелась у меня. Я первым делом, друзья, собираюсь приготовить кольца луковые. Заранее, заранее не надо их обсыпать. Что я сейчас делаю, это вот обсыпаю и кладу в емкость решетчатую. Подготовлена первая порция. Тайлера у меня, как я понимаю, нет. Поэтому я просто буду периодически открывать крышку. Тут я ничего не вижу. Открывать крышку и смотреть до тех пор, пока луковые кольца не приобретут красивый золотистый оттенок. Прошло, наверное, где-то минуты две-три. Кольца готовы. Я их вынимаю. Одно застряло. Вовремя я открыла крышку. Больше уже не надо. Красивый золотистый оттенок. Повторяюсь, не надо заранее обсыпать лук. Потому что он то ли впитывает это. Нужно обсыпать перед непосредственной отправкой их во фритюр. Друзья, хочу пояснить, откуда я узнала про луковые кольца во фритюре. Мы бывали в ресторанах вместе с мужем. Он нередко заказывал себе луковые кольца. Очень любит их. Я узнала, как это делается. Может быть, я забыла сказать. Когда я обваливаю кольца в этой смеси специй, то я стараюсь, чтобы они были полностью обвалены. Каждое колечко, чтобы и внутри было пересыпано этой смесью. И по внешней стороне кольца, и по внутренней. Тогда это будет качественное приготовление. И золотистый цвет будет повсюду на кольце. Я уже попробовала. Кольца Прелесть. Давайте я сейчас приготовлю треску. Каждый кусочек буду макать. А потом укладывать во фритюрницу. Вернее, в эту емкость. Жду, когда немножко все-таки стечет. А потом укладываю. И в один слой стараюсь. Улетят перелrene клюки. Улетик. отправляется на жарку что мне жалко что нету таймера все так красиво оформлено здесь дипфраер и температура расписано но таймера нету вот-вот должна быть готова моя треска я ее достаю она приобрела красивый золотистый цвет сейчас она немножко стечет а я подготовила тарелку с полотенцем с бумажным полотенцем для того чтобы полотенца впитал аль излишнее масло не хочет техническая неполадка друзья из первой порции трески у меня некоторые кусочки пристали к решетке я сейчас буду действовать по-другому смотрите я не знаю сработает это или нет но я буду опускать точно так же я конечно смачиваю но непосредственно в масло а то я на воздухе держала эту корзинку и скорее всего у меня и поэтому и пристала а я теперь буду вот так действовать непосредственно опускал масло посмотрим не должно теперь пристать первый способ когда я клала обмазанные в кляре кусочки рыба он конечно был безопасней но на ту пристали они к решетке и при этом способе еще время получается разное какие-то кусочки раньше опущены в кля вну фритюра какие-то позже ну что поделать готовится рыбка довольно быстро тоже где-то три или четыре минуты ну что могу сказать лучше этот раз значит надо непосредственно в масло опускать вот это я жарю треску чуть-чуть конечно пристала и в этом случае но не сравнить треска полностью у меня приготовлена я сейчас приступлю готовки овощей и в данном случае тоже не рыба они не пристанут к решетке я обваливаю кочешки цветной капусты и укладываю пока она еще не находится в масле готовлю поэтому друзья я не обсыпала ни солью ни перцем никакими другими специями кочешки капусты потому что в этой специи есть все она придают своеобразный вкус и благодаря этой обсыпки тоже и цвет овощи овощи сейчас приобретут красивый индикатор показывает что фритюрница готова к процессу зеленая кнопочка горит я немного добавила масло потому что она в процессе готовки использовалась ушло немножко небольшое количество ушло вот минуту лишнюю я похоже передержала я не очень довольна минуту лишние передержала было бы гораздо лучше но я думаю все равно неплохо будет сейчас когда я буду готовить половинки брюссельской капусты минуты две и хватит отправляются в масло мои моя брюссельская капуста так две минуты по моему отлично верхние самые верхние листики бывают что слишком обжарены но все-таки она должна вся быть быть приготовлена насквозь верхние листики можно будет не есть а так мне нравится две минуты хватит осталось у меня осталось у меня тилапия рыбка я ее собиралась обсыпать сухой смесью но у меня вот тут чуть-чуть осталось с пивом смесь поэтому я так опускаю в масло не повторяю ошибку чтобы не пристала так хочу израсходовать эту смесь на пиве кляр кляр на пиве заодно кстати сравню как мне больше понравится рыбка в кляре с пивом или просто в сухой обсыпке посмотрим какая я экономная хозяюшка вы только посмотрите друзья сюда капельки ну пиво то я конечно самое дешевое купила это баночка по моему доллар семьдесят стоила ну вот а следующий раз следующую закладку я сделаю вот у меня еще осталась рыбка немного правда сухой обсыпки последняя порция тилапии которая просто в сухой обсыпке дегустация друзья цветная капуста хорошо прожарилась и зря я переживала что она слишком как мне показалось слишком коричневая она не чувствуется горелой абсолютно это кусочек трески не знаю будет ли вам видно но но этот слой кляра он тоненький придает особый вкус рыбке но он тоненький вот этот кусочек тилапии я приготовила тоже в кляре а нет это в обсыпке вкус у тилапии другой но мясо нежное сочное вот этот вот листик верхний можно убрать что я и делаю а вообще кочешок приготовлен нормально мягкий мне обе рыбки понравились и тилапия и треска и понравились оба способа как с пивом так и в сухой обсыпке ну в принципе я думала что вот раз треска это сухая рыба считается то лучше ее в жидком кляре на самом деле у меня кляр остался и для тилапии и все тоже хорошо вкус мне нравится тилапию тоже можно готовить хотя она не считается сухой я хочу поделиться тем что когда я приехала в сша друзья пусть вам будет видна красивая рыбка пока я расскажу такую вещь когда я приехала в сша я была удивлена что даже свежепойманная рыба из нашего озера я же живу на озере она она не обладает резко выраженным рыбным запахом это было мое свежее впечатление от сша и поначалу мне это было странно как-то непривычно и скорее всего не понравилось я считала что рыба должна обладать ярко выраженным рыбным запахом я помню что лимончиком мы в ресторанах там когда заказываем рыбные блюда сбрызгиваем лимончиком для чего для того чтобы отбить ярко выраженный рыбный запах здесь в сша я не знаю ни одной рыбы которую бы надо было по этому поводу сбрызгивать лимоном я не знаю для меня это загадка почему нету ярко выраженного рыбного запаха в рыбе сша друзья я устала немножко в процессе приготовления но игра стоила свеч мне понравилось все и овощи и два вида рыбы я даже ожидала как то что тилапия будет бледно выглядеть на фоне трески нет хотя это такая простецкая рыбка вот что значит правильно ее употребить буду отдыхать и вкушать мою приготовленную еду с вами прощаюсь желаю всего самого-самого хорошего до свидания друзья